Движение по репинской развязке открыто. Старые новые химки наконец связаны одной дорогой. Больше не нужно делать крюк, а можно напрямую поехать по путепроводу через Ленинградское шоссе. По подсчетам экспертов, это сократит время в пути в среднем на 15 минут, а то и на час, если пробки. Раньше добраться до другой части города можно было только по юбилейному проспекту. Татьяна Когут – сотрудница «Энергомаша». Как и коллеги, ждала окончания строительства развязки с нетерпением. Вроде бы от работы живу совсем недалеко, но добиралась где-то в среднем минут, приблизительно 40 минут. Процентов 20 работников предприятия точно живут в Новых Химках. Поэтому это колоссальная проблема для всех работников. И вот появилась возможность протестировать новый маршрут до работы. Тем более специально для сотрудников «Энергомаша» запустили автобус 10Э. Проверить, насколько сократилось время в пути, приехала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова. Стартовали от остановки школа номер 14 на улице Дружбы. Уже спустя 15 минут были на месте. 14 будет рейсов у этого автобуса и, конечно, рассчитаны под работу и под часы пик приезда и окончания рабочего дня именно сотрудников «Энергомаша». Это вот для автобуса 10Э. Он и приобрел свою буковку «Э», как раз потому что его запустили конкретно на «Энергомаш». Вот, посмотрела, автобус идет хорошо, чистый, большой автобус, все замечательно. Автобус 10Э не единственный. Для удобства жителей всего по Репинской эстакаде пущено три маршрута. С 27 января уже поехали автобусы маршрута номер 10Э. На маршруте работает один автобус среднего класса. Автобусы маршрута 1274К от метро Ховрина до улицы Германа Тестова. На маршруте работают два автобуса среднего класса, четыре автобуса малого класса. И с 1 февраля поедут автобусы маршрута номер 20К от улицы Германа Тестова до торгового центра «Шан-Мега». На маршруте работают два автобуса малого класса. Как поясняют специалисты отдела транспорта, пока новым маршрутам требуется обкатка. Если пассажиропоток увеличится, рассмотрят вопрос о добавлении на линию большего количества автобусов. Напомним, поручение по строительству Репинской развязки дал Владимир Путин после того, как в апреле 2019 года посетил НПО «Энергомаш». Тогда работники рассказали главе государства о проблемах с транспортной доступностью предприятия. Развязку построили в рекордные сроки – за год. Первыми по ней проехали президент и губернатор Андрей Воробьев. Однако это только первая очередь строительства. Сейчас автомобили из старых химок, чтобы съехать на Ленинградку, должны сначала повернуть на улицу 9 мая. Но так будет не всегда. Вторым этапом предполагается сделать прямые съезды с Репинской развязки сразу на Ленинградское шоссе. Жители с нетерпением ждут. Но уже огромный прогресс. 15 минут туда, 15 минут обратно, полчаса сэкономленного времени в день. Кажется, немного, но если взять калькулятор и посчитать, то в год выйдет целых 7 дней. Эту неделю вы потратите на себя, а не в пробках. Ксения Брагина, Николай Забродин. Специально для Химки ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова